Россия, Украина, Белоруссия, Чехия, Болгария, Польша, Черногория, Сербия и Греция. Представители девяти стран собрались вместе в гербовом зале Нижегородской ярмарки. Впереди пленарное заседание и обсуждение вопросов об особенностях исторического пути, современного этнокультурного развития, формирования национальной идентичности и сохранения историко-культурного наследия нашей страны. А пока торжественное открытие форума. От имени президента России Владимира Путина участников приветствует референт Управления президента Российской Федерации по внешней политике Сергей Мельников. Славянское единство является неприходящей ценностью, которая позволит победить все жизненные обстоятельства. Мы очень сильно сегодня дружим, работаем с Республикой Сербской, которая в составе Боснии-Герцеговины. И, вы знаете, за два-два с половиной года работы мы так быстро учились понимать друг друга. У нас сегодня существует очень много проектов в сфере экономики, в сфере культуры, в сфере образования, в сфере различных культурных, общественно-политических течений. И видим, какой динамизм. Потому что единая культура, единое понимание, единые ценности, которые нас объединяют, они помогают решать задачи в совершенно разных сферах на благо развития наших стран, наших регионов. Символично, что славянский форум с говорящим названием «Национальная идея от истоков становления к перспективам развития» стартовал накануне Дня народного единства, праздника единения всех народов. Сегодня, вот то, что проходят несколько таких конференций в Нижнем Новгороде, в том числе славянский форум, он как раз и ставит перед собой задачу поиска этих объединяющих началов. Поэтому, я думаю, если на Нижегородской земле будет сгенерирована какая-то идея национального объединения славянских народов, то это будет еще одно такое великое достижение, равное по значению подвигу Казьмы Минина, который сумел собрать людей. Мы соборно обсуждаем многие вопросы, наболевшие. Очень важно, что происходит встреча с молодежью в университетах, с интеллигенцией. Это такая некоторая площадка дискуссии и обсуждения многих проблем в нынешнее время. Я надеюсь, что через такие форумы будут врачеваться наши недуги и недостатки. В рамках славянского форума стартовал еще один молодежный добровольческий форум. Ребята объединились для обучения проектной деятельности. В игровой форуме они учатся из идей формировать полезные для региона инициативы. Сейчас мы организовываем проект. Наш проект называется «Домовой». Мы хотим организовать в нашем городе парк для всех групп общества, для людей с ограниченными возможностями, для детей, для семей, чтобы люди могли проводить где-то свободное время. Славянский форум стартовал 2 ноября. В День народного единства с его участниками встретился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Рад вас в обучении. Спасибо за великолепный прием. Участников делегации и главе региона представил президент Международной славянской академии наук, образования, искусств и культуры Сергей Бабурин. Уже на следующий день, 5 ноября, масштабное мероприятие завершилось. За это время гости успели посетить Нижегородские святыни, например, Свято-Троицкий, Серафим-Одивеевский и Женский монастырь. Екатерина Васильева, Максим Веселов, Виталий Кудрявцев. Время новостей. Субтитры создавал DimaTorzok